Год только начался. Пожарная статистика уже ползет вверх. Спасатели фиксируют рост количества возгораний в жилом секторе. Также увеличение числа травмированных в результате ЧП. Поэтому специалисты госпожнадзора ежедневно выходят в рейды по домам группы Риска. Таких строений пятой степени огнестойкости в районе улицы Рапфаковская десятки. Очень старый контингент, как правило, в таких домах проживает либо ведущие о социальном образе жизни, либо перестарелые бабушки, у которых внимание очень плохое, все забывают электроногревательные приборы, духовки, газовые горелки и так далее. Бараки – настоящая головная боль сотрудников МЧС. Им по сто лет строения хлипкие и потенциально опасные. В случае ЧП вспыхнут, как спичка. Не поможет даже близость пожарной части. Деревянное перекрытие при возникновении пожара может охватить очень большую площадь. И несвоевременное сообщение в пожарную охрану может повлить за собой человеческие жертвы и утраты имущества. Поэтому телефон пожарной охраны должны все знать. Казалось бы, что может быть проще, чем телефон службы спасения. Тем не менее, алгоритм поведения при пожаре и заветный номер помнят не все. Расскажите мне, что надо делать, если до эпоха загорелась? Во-первых, я когда ухожу, я все включаю. Все. Чтобы было безопасно. А потом, видите, что-то загорелось. По 0,2. За этим инспекторы и ходят в дома. Чтобы напомнить, звонить нужно по 0,1. Полиция при пожаре не поможет. У меня нет пожара. Понятно. Зато у людей есть. А мы вас хотим просто обезопасить, предупредить. Человек, когда у нас предупрежден, нас вооружен. В ходе проверки инспекторы не штрафуют, а только указывают жителям на нарушения и рекомендуют их устранить. Вот у вас холодильник и микроволновая печь работают вместе. Ну, смотрю, два холодильника. Сразу в доме пользуетесь, что ли? Да-да. Они поглощают очень большое количество электроэнергии и в одну розетку? Нет, не в одну. Ни в коем случае нельзя их втыкать? Инспекторы также спрашивают у жильцов о соседях. Часто причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем. Почти в каждом доме есть такой жилец, который заставляет нервничать всех. Вот номер 6 квартиры. Что там происходит? Там пьющие. Пьющие. И день и ночь к ним хождение. Одни уходят, другие приходят. Вот такая квартира. И ничего с этим не сделается. Зачастую визитам сотрудников МЧС жители не рады. Дверь не открывают, бывают и хамят. Но инспекторы не унывают. Профилактическая работа – дело сложное. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова